Всех приветствует Отвертка, канал Домашнего Мастера и наш партнер сайта ixbt.com. Сегодня очень хороший вопрос. Что будет, если не обновлять свой смартфон? Очень хороший, интересный вопрос. В последнее время растет количество пользователей, которые не стремятся обновлять свои смартфоны. В интернете сейчас даже можно найти огромное количество советов и обсуждений, и как отключить автоматические обновления ваших девайсов. Итак, в этом видео давайте мы разберемся все-таки, так ли важно обновлять свой смартфон и что будет, если этого не делать. Итак, поехали. Итак, может ли обновление навредить вашему устройству? Удаленная блокировка. Некоторые наши зрители думают, что с помощью нового обновления крупные производители смогут заблокировать ваше устройство удаленно. Но поверьте, такие компании, как Samsung или Apple, смогут при желании удаленно заблокировать ваш гаджет и без обновления вашей системы. Здесь нужно всего лишь будет узнать территориальный признак вашей машинки. Это элементарно по номеру телефона делается, чтобы заблокировать ваше устройство. Поэтому отказываться от обновления только именно по этой причине, что вас могут заблокировать, в принципе, даже и не надо. Это бесполезно. Следующее. Сырой патч. Также еще одной причиной для многих может оказаться именно страх того, что новый патч может быть недоработанным или сырым. Но эта фишка у нас появлялась именно в те далекие старые времена. Да, у нас выходили старые, то есть сырые, недоработанные патчи после установки нашей, например, у меня планшет Mediapad, Huawei Mediapad 7, помню, получил обновление и, блин, батарею ожирало. Было такое дело. В наше время в большинстве случаев у нас вот эти новые обновления выходят уже отработанными и стабильные, ничего плохого они нам не приносят. Ухудшение работы гаджета после обновления относится вот именно к более старым моделям смартфона, которые просто не тянут новую прошивку. Эта фишка в наше время, например, уже не проходит. Многие фирмы говорят, нет, вот эти вот старые переводят, например, некоторые смартфоны именно в категорию старых, и к ним уже новые вот эти патчи уже не приходят. Бывают, конечно, некоторые случаи, что вот именно сырой патч к вам пришел, но это единичные случаи, да, бывают какие-то завесенные и так далее. Можно всегда вернуться к истокам бытия. У нас есть куча видосов на нашем канале, просвещенные именно этому вопросу. Нажимаем определенное количество клавиш при запуске, заходим в рекавери, и там можно все это дело восстановить. Соответственно, например, на моем Samsung A52 после обновления до 15-го, то есть до 13-го Android и до 5-й One UI, вышло после этого еще пару обновлений за это время, которые... Там не говорилось, что они исправили, но просто, видимо, какие-то были доработки. Так что правильные фирмы всегда заботятся о потребителях и выпускают обновления, немножко даже почаще, после больших, выпускают поменьше, которые исправляют определенные, так сказать, недостатки в вашей прошивке. Вот так что такие дела. Здесь тоже определенный можно вывод сделать насчет сырых патчей. Сырые патчи в наше время не так часто вы и увидите. Многие наши зрители задают вопрос, а что будет, если вообще не обновлять свой смартфон? Ну, скажем следующее. Первое, что у нас пострадает, это безопасность, кибератаки, разные зловреды и так далее и тому подобное. К нам будут приходить в виде АПК-файлов, где-то по кэше, по интернету и так далее. Так что здесь может безопасность у вас очень сильно пострадать. Подловите что-то, какого-то майнера, какого-то рассылщика, будете сюда загружать кучу денег, а у вас деньги будут куда-то уходить непонятно и так далее. Плюс у вас будет высаживаться батарея, что у вас майнер стоит и так далее. Или ваша машинка будет заниматься уже какими-то своими делами с помощью интернета. Так что у вас всяко может быть. Следующая, производительность. Да, производительность, она будет именно на то время, где вы остановились по обновлениям. Но при получении обновлений, соответственно, улучшается работа системы, улучшается взаимодействие железа с программным обеспечением. Это очень самое главное. И, например, в Antutu у вас повышаются баллы по производительности. Это очень важная вещь и так далее. Особенно для любителей поиграть на правильном, хорошем смартфоне. Интерфейс. Следующий интерфейс. Ну, конечно, интерфейс улучшается. Плавность работы интерфейса. Взаимодействие с герцовочкой 60, 90, 120 и так далее. Цветовые темы. Понимание, будем говорить так, цветовыми темами содержания ваших программ, например, и так далее. Это очень красиво, это очень хорошо, это очень прекрасно. Так что дисплей, интерфейс – это очень важная вещь для потребителей. Фишечки разные есть. Некоторых радуют. По оформлению, например, своего рабочего стола. Это очень хорошая вещь. Следующее. Ну, ошибки и баги. Да, в обновлениях исправляются. Ошибочки есть. Даже вы их, если даже не заметили. Но с помощью вот этих вот небольших обновлений, где не написано, что что-то там поставлено, что-то вы увидите. Просто пишут, что ошибки, баги, быстрое действие, плавность работы системы. Все это дело налаживается. Я вот заметил, что на моем Galaxy A52 ошибочки некоторые убирали. Некоторые программки, например, у меня и зависали, и зависали. Думаю, что за ерунда. Буквально через пару недель выходит обновление на мой смартфончик. Смотрю, ага, программка начала работать. Молодцы. Значит, они, разработчики, более-менее правильно относятся к своей работе. Ну, и по окончании нашего видео, скажем следующее. Подводя итог, хочу сказать, что не стоит пренебрегать обновлением операционной системы смартфона. В дальнейшем он будет работать правильно, если вы обновляете. Если не будете обновлять, то он упадет на тормоза. Обновляться надо. Если честно, надо, надо, надо. Но еще есть такая маленькая фишечка замедления работы со временем вашего гаджета. На этом попадались некоторые фирмы на нашем горизонте. По-любому, большие, правильные фирмы попадались. Судебные были там расследования и так далее. И была такая штучка. В обновлении подшивали, так сказать, одну функцию, чтобы, так сказать, производительность падала и так далее. Наблюдалось, да, наблюдалось. Ну, вот как-то так. Делать выводы, конечно, мы будем все сами по обновлению или не обновлению вашего гаджета. Наш канал думает следующее. Обновляться все-таки надо. Безопасно, все остальные фишки и так далее. Я думаю, будет все хорошо. Если вы в конце, после 10 лет эксплуатации, например, вашего смартфона, увидите, что он начал тормозить, попробуйте вернуть его к истокам бытия. Полностью на завод его скинуть и проверить, будет ли ваш аппарат работать лучше. Интересно узнать эти данные. Обновляться все-таки надо. Удачи вам и безопасности. Это канал Отвертка, канал Домашнего Мастера. Надеюсь, данная информация была вам полезна. Подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки, смотрите наши еженедельные стримы. С нами будет интересно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!